В прошлый раз я начал рассказывать о приговоре, вынесенном бывшему одесситу Льву Парнасу, который помогал Рудольфу Джулиане расследовать делишки Хантера Байдена на Украине, а потом заложил Трампа комиссией Конгресса, которая работала над первым импичментом бывшего президента. Со дня ареста Парнаса не прошло и недели, как его защитник связался с прокуратурой и сообщил, что тот глубоко обижен утверждениями Трампа о том, что он не помнит Парнаса и уже созрел для того, чтобы сотрудничать со следствием. Как говорили в мои годы блатные, обиделся, набери в рот дерьма и плюй в нас. Примерно так поступил тогда и Парнас. Прокуратура согласилась провести так называемый attorney proffer, то есть встретиться с адвокатом Парнаса и выслушать от него краткое описание показаний, которые тот даст на процессе. Идея была в том, чтобы определить правдивость Парнаса и понять, насколько полезны для обвинения будут его показания. Начиная с 28 октября 2019 года, адвокат Парнаса несколько раз встречался с прокурорами, однако информация, которую, по его словам, готов был предоставить им Парнас, не внушала прокуратуре стопроцентного доверия и в некоторых случаях прямо противоречила доказательствам, которые следствие собрало к этому времени. Беседы с адвокатом Парнаса продолжались несколько месяцев. Прокуроры неоднократно указывали ему на противоречие между информацией Парнаса и данными, которые они собрали без него. Я неоднократно сталкивался с такой ситуацией. После ареста практически все наши эмигранты запираются в убеждении, что у них ничего нет, но постепенно обнаруживают, что у них таки очень много всего, и начинают стучаться в прокурорскую дверь. Часто без намерения все выложить, а с надеждой провести следователей, навешать им лапшу на уши, но не сообщить ничего действительно важного. Готовясь в СССР к аресту, я изучал историю инакомыслия в России и прочел, что в XIX веке политические арестанты прибегали поначалу к аналогичной тактике и пытались провести следователей на допросах, рассчитывая на свою сообразительность и языковую виртуозность. Но для них это был первый допрос в жизни, а для опытного дознавателя, может, двухсотый. И он мигом ловил краснобаев-разначенцев на противоречиях и вранье. В конце концов борцы с самодержавием пришли к заключению, что умнее всего будет просто держать язык за зубами и не пытаться перемудрить профессионалов. Прокуратура не теряла надежды расколоть Парнаса на правдивые показания и устроила 6 ноября 1919 года редкий «reverse proffer» – обратный допрос, на который были приглашены адвокаты, сам Парнас. Прокуратура не задавала вопросов, а объяснила им, какую доказательную базу собрала она против Парнаса и какую форму должны принять его показания следствию. Она подчеркивала, что ей нужны лишь правдивые показания. Ложные ей не нужны, потому что они могут сорвать весь процесс. Поэтому она безжалостно отфутболивает арестантов, которые постучались к ней в дверь с намерением обмануть ее даже в мелочах. Под конец Парнаса призвали прекратить сливы в прессу, публичные сцены и приколы в соцсетях, которые могут подорвать к нему доверие и уменьшить его эффективность как свидетеля обвинения. После этой встречи адвокат Парнаса сообщил прокуратуре письмом, что его подзащитой не признает себя ответственным за преступления, которых он не совершал. Впоследствии Парнаса осудили и признали виновным именно в тех преступлениях, которые имел в виду его защитник. Владимир Козловский